Всем привет, меня зовут Лиза, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет видео посвящено советам студентам. Я сама как студентка четвёртого курса, думаю, знаю, о чём можно рассказать. И я думаю, что эти советы помогут в целом первокурсникам, помогут вам дальше двигаться спокойным чередом в течение своей учёбы. Расскажу, как и что было у меня, от чего я отталкиваюсь, давая эти советы. Вот, я надеюсь, что вам будет интересно, поэтому приятного просмотра. Стоит отметить, что все советы я даю лишь из своего опыта, и я опираюсь только на него, а не на других людей. Я говорю только то, что как было у меня, как работало у меня. Вашем учебном заведении может работать по-другому, поэтому заранее знайте, узнавайте у людей, кто учился на старших... Ну, уже на старших курсах, точнее, находится, как у них, например, подходит сдача экзаменов, кто ставит автоматы, кто не ставит. Мне это, например, очень помогало. У нас ребята, кто был с курса старше, когда я была на первом курсе, ну, не прямо рассказывали, наверное, больше упоминали, как тот или иной преподаватель принимает экзамены. Это, конечно, ещё зависит от специальности, на которой вы учитесь. Отвечая вопросы, я учусь на дизайне. Вот, это дизайн по отраслям, типа там разные дизайны есть, поэтому вот так вот. Первый совет, и, как мне кажется, он один из самых главных, это создать себе репутацию на первом курсе, чтобы потом эта репутация работала на вас. Когда только шла учиться, сразу знала, что так это работает. Ну, как бы я много об этом слышала, знаете, сделайте себе репутацию, а потом вам будут ставить автомат, и я такая, да, я так сделаю. Я зарекомендую себя как классный человечек, чтобы у меня не было проблем в будущем. Но стоит отметить то, что я себя также рекомендовала и на втором курсе, потому что на первом курсе у нас были просто общие предметы, типа там математики, русского, ну, там ОБЖ, географии, ещё чего-то вот такого. Десятый-одиннадцатый класс, потому что я учусь в колледже. И, соответственно, исходя из этого, мы делаем вывод, что на первом курсе, как бы ты себя не рекомендовал, на втором об этом никто, по сути-то, и не узнает. Соответственно, на втором курсе я делала в точности то же самое. Я показывала, что я умею работать на парах, я там сдаю все работы вовремя, я иногда там хожу. На первом курсе я, конечно, вообще совершенно исправно ходила на пары. У меня очень мало пропусков было. На втором курсе, когда у меня уже, соответственно, появился такой, знаете, блок, именно как работа, я, соответственно, стала меньше ходить, но при этом сдавала работы вовремя. И преподаватели знали, что вот я есть, знали, кто я такая, и знали, что вот, да, я нормально сдаю работу, и мне там можно ставить хорошие оценки. Поэтому запомните и запишите себе этот совет, то, что нужно всегда себя зарекомендовать, как хорошего ученика. Ну, если вы хотите, опять же, таким быть. Если вы хотите, например, хорошо закончить университет или колледж, то нужно всё равно прикладывать к этому какие-то усилия. Из неба вот так вот всё не появляется, к сожалению. Второй совет — это отвечать на парах, учить предметы даже, которые не нужны. У меня так было, опять же-таки, на первом курсе. У нас был ОБЖ, и это первый раз было за всю мою жизнь, где ОБЖ мне приходилось учить буквально. Торию, ещё что-то. Мне не нужно было так зазубривать, как ОБЖ. Это просто нас спрашивали по всей теме, которую мы проходили на прошлой паре. Например, вот мы прошли тему, да, она там на четыре страницы, ну, тетрадных страниц. Нас спрашивают потом по этой теме. Причём один вопрос, не то, что там, знаете, одного человека спрашивают один вопрос, да. Могут спросить почти всех один и тот же вопрос. Поэтому сначала я, на самом деле, не учила. Вообще ОБЖ. Я думала, знаете, так на добром слове. Я выйду. Но нет, так не получилось. Там реально нужно было учить. Я просто это зазубрила. Я знала, что мне это, наверное, не пригодится. Ну, знаете, там, стихийные бедствия, ещё что-то. Я не живу в сейсмически опасной зоне, как бы. Соответственно, мне это вообще не нужно было. Но при этом я понимала, что если я хочу хорошую оценку, то мне придётся чуть-чуть поднапрячься и поучить что-то. Факту было не слишком много всего учить, да, и это было не так уж и сложно, на самом деле, чтобы получить хорошую оценку при этом. Поэтому у нас ещё у преподавательницы был такой прикол, то, что она, в общем, спрашивала тех, кто поднимает руку, либо тех, у кого нет оценок. В целом, в теории, если у тебя есть оценки, но ты поднимаешь руку, скорее всего, тебя не спросят, потому что у тебя уже очень много оценок. Ну, если они хорошие, ты постоянно на парах отвечаешь. Она могла, например, также одного человека спросить несколько вопросов. То есть не один вопрос, а несколько. В общем, в зависимости, опять-таки, от того, у кого какие-то оценки, кто как работает как раз-таки на парах. Поэтому я просто всё заучивала, всё как от корки отвечала, писала контрольные также хорошо. У меня пятёрка, кстати, насколько я помню, вышла по ОБЖ по итогу. Потому что, ну, так нужно было. То есть даже мне этот, если предмет не нужен, я не хочу, чтобы он потом не испортил, например, диплом мой, да. Потому что это как с аттестатом, знаете, вот в школе. Некоторые ненужные предметы могут вам также испортить ваш, в общем, лист в конце учебного года. Ну, короче, ваш аттестат в школе могут испортить и также диплом. Потому что все эти оценки также идут в диплом. Поэтому этот совет, как мне кажется, достаточно важный. Возможно, не такой приятный, как хотелось бы услышать. Но а что сделаешь? Эта жизнь такова. Как бы не всё всегда будет так, как вам хочется. Поэтому всё равно стоит принять это во внимание. Следующий совет — сдавать работу вовремя. Тоже архиважный совет. Для меня, во всяком случае, у нас очень приветствуется, если ты сдаёшь все работы вовремя. Потом тебе могут за это быть очень приятные ништяки в виде автоматов. Если ты сдаёшь работу вовремя, ты как минимум показываешь хоть какое-то уважение. Для меня это почему-то с точки зрения уважения. Что если сдаю работу вовремя, то я уважаю как бы время преподавателя, потому что никто не любит должников. Никто не любит бегать за кем-то. Никто не любит много раз напоминать и так далее. Например, если вы приходите на какую-то встречу, и вы опаздываете, вам тоже там... Точнее, не вы опаздываете, а человек, который пришёл с вами на встречу, опаздывает. Я не думаю, что вам это понравится. То же самое и здесь. Никто не любит, когда слишком задалживают работу. Я не говорю там пара дней, да. Я говорю о месяцах, о годах. У нас есть люди, кто с первого курса должны ещё какие-то работать. Ну, короче, вот таких людей как бы никто не любит в учёбных заведениях. И знайте это, потому что я не думаю, что вы захотите стать одним из таких людей. Поэтому всегда нужно задавать работу вовремя. И мы переходим как раз к следующему совету. Автоматы. Автоматы — это архиважная, опять же таки, вещь. Очень удобная, особенно для тех людей, кто поработал в семестре. И, соответственно, можно получить спокойный автомат. Конечно, отталкиваться от того, приветствуются ли у вас вообще автоматы в вашем учебном заведении. У нас приветствуются. У нас на многих предметах есть автоматы. Где-то у нас просто выводят оценку из всех как бы оценок, которые у нас были. В основном ставят автомат. У меня, наверное, 90% это были автоматы. Например, по истории на первом курсе у меня был автомат... Ну ладно, давайте не будем считать первый курс. Давайте... У меня была история также на втором курсе и на третьем. На втором курсе у меня был автомат по истории. По истории искусства, по-моему. Потому что я тот человек, который любит вообще всё делать сразу. Любит задавать работу вовремя. Я это реально обожаю. И даже как бы мне не хотелось, я из кожи вон вылезу, чтобы всё вовремя сдать. Соответственно, даже когда я болела, даже когда меня не было, я часто не ходила всё равно на пары по истории именно. Но при этом все работы, все контрольные всегда у меня чётко вовремя были сданы. Если там условно говорили нам, что вот вам не было на контрольный, нам давали, короче, вопросы, можно было там сделать дома. Но это, знаете, такие вопросы, которые ты не погуглишь на самом деле. Они были составлены самим преподавателем, и ответ на них был только в конспектах. Конспекты я просила у одногруппников. Либо когда я сама была, то, конечно же, я сама всё записывала, все конспекты у меня были супер там длинные, подробные, и, соответственно, все вопросы на контрольную я могла найти в этих конспектах. Так вот, контрольные. Эти контрольные у меня всегда были сданы. Я подходила всегда к преподавателю, сдавала ему лично, если меня, например, на какой-то паре по какой-то причине не было. И люди, как я говорила ранее в начале видео, они очень это ценят. Когда вы подходите, вы проявляете инициативу, вы сдаёте всё вовремя. Это действительно очень-очень важно. И я помню, на втором курсе у нас было, по-моему, только два человека, которые получили автомат. Я и ещё одна девочка. Остальные как бы, ну, приходили сдавать. У нас потом ещё был какой-то момент дистант. Контрольная была на дистанте. И там преподаватель скинул, ну, как бы написал все контрольные, которые должны быть. И, соответственно, я просто посмотрела по этому списку. Они у меня все были, и поэтому мне поставили автомат. Короче, тут дело в том, что как ты поработаешь в семестре, так ты и похлопаешь, как бы. У меня по другим предметам также были автоматы. Все творческие предметы у нас там ставят автоматы. Даже если ты не так сильно был на парах, но ты сдавал все работы, хоть чуть-чуть появлялся на парах, и у тебя все работы сданы вовремя. Ты не должник, как бы ничего такого. Тебе сразу просто поставят оценку, которая у тебя выходит по работам. Ну, типа, знаете, как итоговая оценка. Ну, короче, как в школе, знаете, среднеарифметическая. Вот тут тоже самое. Автомат так и выводится, как бы. Потому что тебя помнят, знают, что ты был, знают, что ты сдаешь работы. И да, вот так вот и ставятся в целом автоматы. У нас, во всяком случае, это так работает. Не так уж и сложно. У нас в целом учеба не такая уж и сложная, на самом-то деле. Я знаю, что у многих так не работает, у многих преподавателей принципиально не ставят автоматы. У нас были такие люди, которые принципиально не ставили автоматы. Они делали как раз-таки тест какой-нибудь итоговый, вот что-нибудь типа такого. Но тоже можно было спокойно прийти написать, если ты вдруг не получил автомат. Следующий совет — это вести учет планер домашних заданий. Как я говорила ранее, вот помните, те контрольные, это мне безумно помогло. Я вам оставлю ссылку в описании на мушен свой. Там есть сами дедлайны, то есть то время, когда нужно сдать какой предмет. Вы ставите там дату, можете выбрать определенный предмет, можете написать так же, как задание само называется. Также у меня там есть расписание, можно делать расписание, получается, на неделю. Плюс еще есть предметы отдельно. Отдельно каждый предмет, в котором вы пишете задание, когда нужно сдать, какой статус выполнения и выполнено ли оно. Ну, как бы галочку. Ставите в Notion. Для меня это безумно удобно делать. Но если вы не хотите заморачиваться с компьютером или там с телефоном, можно ввести бумажный планер. Я ссылку тоже на тот, который у меня оставлю в описании под видео. Мне удобнее всего ввести, например, в точечку. И эти планеры бывают совершенно разные. Можно даже, кстати говоря, купить именно тот, который будет специально типа для колледжа, там учебы сделан. Такие вроде бы тоже продаются. В общем, вы можете посмотреть, пошерстить, подумать, какой вам ближе, какой вам удобнее было бы использовать. В частности, я миксовала это всё. В целом я писала все задания, которые у нас будут в колледж-хабе моём, да. И в бумажном планере я уже планировала именно просто по дням, когда мне что нужно сдать. Например, я знаю, что условно через два дня мне нужно что-то сдать, да. И если это не такая сложная работа, то я его сажусь сделать как раз-таки за два дня до сдачи. Когда вы будете грамотно планировать своё время, будете грамотно расставлять приоритеты в каких-то задачах, да. Будете понимать, что вот эта вот, например, задача достаточно большая, её нужно лучше начать делать заранее. Именно вот в плане с творческими какими-то заданиями, да, я всегда плюс-минус всё делала заранее, кроме рисунков, наверное. А остальное всё я сразу начинала делать, как только нам об этом сказали, закупала там материалы и так далее. И я вот тот человек, который действительно пользуется этим советом, действительно применяет его на практике, потому что это экономит время, это спасает жизнь буквально. Как раз-таки вот этот пунктик, как всё успевать, это делать всё сразу. Например, если у вас какая-то мелкая задача, допустим, у меня так было, когда у нас был первый курс, я просто приезжала домой за час, час двадцать, до дома добиралась, кушала, переодевалась, чуть-чуть передохнули, минуток тридцать, и садились чуть-чуть поделать то, что нам задали. Даже если это задано на неделю, ну, типа, через неделю только срок сдачи, я всё равно сразу делала, потому что понимала, что если вот это таким комом накопится, да, и вы в один день сядете, всё делаете, вы просто будете до ночи сидеть, всю ночь будете сидеть, ничего не успеете. Сон, это тоже очень важно. Высыпаться, это безумно важно в школе, и как в школе, так и в университетах, в колледжах, вообще всем безумно важно высыпаться, даже если вы не будете сидеть, потому что иначе вы будете ходить, как кислые сливы, и не будете соображать на парах, на которых вам нужно соображать, чтобы получить нормальные оценки. Безусловно, всё удобно делать сразу, если у вас нет каких-то, например, других планов на этот день, и вам позволяет, как бы, соответственно, время. Мне в тот момент время позволяло, поэтому я делала всё сразу. Конечно, бывают моменты, когда ты затягиваешь почти до последнего, но лучше так не делать, чтобы как раз-таки всё успевать. Получается, чтобы нам всё успевать, нам нужно вести планер с домашними заданиями и делать по времени как бы поступления домашних заданий плюс-минус хотя бы всё сразу, либо делать всё более-менее в срок. В целом, наверное, это были все советы, которые я могу дать первокурсникам, потому что остальное, мне кажется, и так все прекрасно знают, типа, хорошо кушать, высыпаться, хотя бы плюс-минус стараться, иметь нормальные отношения с преподавателями, быть вежливыми. Ну, кстати, это тоже можно было бы, наверное, упомянуть. Я вообще тот человек, который ненавидит конфликты, даже если ко мне не очень относятся преподаватели, возможно, как-то предзвято, я всё равно буду относиться к нему вежливо, чтобы не напороться вот на этот самый конфликт, ну, если, конечно, это до крайности у вас не доходит. В целом, если вы будете вежливыми, к вам будут точно так же относиться, поэтому, да, такие вот небольшие советики. Кстати, напишите, как вам звук в комментариях. Я думаю, что он стал много-намного лучше, я ещё научилась его классно, клёво обрабатывать. Поэтому, да, большое спасибо за просмотр, надеюсь, что вы что-нибудь полезненькое для себя нашли, узнали, пишите своё мнение в комментариях, пишите, может быть, кстати, свои советы, которые вы узнали во время обучения или вы только переходите, но уже узнали какие-то крутые советы, тогда вообще вы прокачаны, я вам так скажу. Поэтому, да, большое спасибо за просмотр, мы увидимся уже очень скоро с вами в следующих видео. Я вас всех люблю, всех целую и пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok